Развитие транспортной сети полупредпрезидента России в ЮФО обсудил с главами региона, в том числе участие в заседании принял глава Кубани Вениамин Кондратьев. На совещании Владимир Устинов отметил, что в последнее время в округе реализуются крупные проекты, строят переход через Керченский пролив, идёт подготовка инфраструктуры к чемпионату мира по футболу. Но вместе с тем состояние некоторых дорог оставляет желать лучшего, а количество жалоб автомобилистов постоянно растёт. Можно говорить о неудовлетворительном состоянии региональных и муниципальных автомобильных дорог. Более половины от общих протяжённостей нуждаются в ремонте. По состоянию на 1 июля 2016 года в округе требуется ремонт, в том числе капитальный, более 69 тысяч километров дорог регионального и местного значения. На Кубани все основные дороги ведут к главным портам страны и курортам края, отметил в свою очередь Вениамин Кондратьев, и транспортный поток с каждым годом увеличивается. Например, загрузка трассы М4 Дон в пик сезона доходила до 68 тысяч автомобилей в сутки, при том, что её пропускная способность всего 14 тысяч. По мнению главы региона, нужен комплексный подход к решению этого вопроса. Обращаясь к замминистра транспорта России, Вениамин Кондратьев говорит о необходимости создания альтернативных маршрутов. Мы опять всех загоняем на М4 Дон. Ну не может М4 Дон выдержать сегодня этот поток. А кроме того, мы делаем его шикарный и красивый. Мы доезжаем до Джудки, а там мост, который его ногать всех загоняет в одно узкое горлышко. Ну опять профанация, давайте понимать. Атернативные дороги должны быть. Надо посчитать и посмотреть, когда, в какой момент времени мы должны будем это. Сможем это сделать? Коллеги, надо понимать, что мы её можем без конца ладать, реконструировать и что-то с ней делать. Тут должны быть комплексные системные решения. Или на самом деле капитальное, начали сказать, реконструировать старые дороги или делать новые. Но просто взять эту тему, оставить с точки зрения каких-то действий, которые не будут инициативными. Это будет просто пустая трата денег. И профанация того, что мы на самом деле пытаемся разгрузить вот этот сумасшедший поток. Так, разгрузить М4 Дон позволит реконструкция автомагистрали Майкоп-Туапсе, считает Вениамин Кондратьев. А создание ещё одного подъезда к Сочи даст толчок к новому развитию курортов. Глава региона на совещании также поднял вопрос о передаче дороги Краснодар-Славенск на Кубани-Тимрюк в федеральную собственность. Обсудили и финансирование строительства дальнего северо-западного обхода краевой столицы. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.